Девушки отдыхают Я думал, это тебе. Пожалуйста. Натуральные кожи. Ну давай. А это, ты сказал, помидоры, продукты питания. Не, вы как пойдем. Хорошо. Хорошо, нитки. Либо обе менять, либо что-то там. Это не нитки, это образцы моих нервов скручены в клубке. Ты хорошо комментируешь. Что нужно? Что нужно? Разрешить какую-то рекламу для магазинов, таких как мы, которые давно работают. Где? Ну, допустим, на магазин вешать свою рекламу. Заходи. Как раз вопрос по твою душу. Чтобы нас не штрафовали. Нет, не штрафовали, да. Но если собственник разрешит, то можно вешать согласование, получить, сделать паспорт, рекламное место и все. Вы немножко, наверное, по адресу. Это мэр города нашего. Я не важно. Я его узнала. Поэтому не отпустили, да. То есть не по адресу. Значит, места для рекламы у вас всегда есть. Просто у вас желание ни у кого нету подойти и оплатить. Мы за эти места платим, независимо от того, заняты они или не заняты. Видите, я вопрос решил практически. Хорошо. А по поводу ярмарки, наверное, каждый задает вам вопрос. Вот это к мэру, да. То, что разрешают в городе ярмарки, да, и люди последние копеечки несут туда в надежде на то, что на ярмарке товар дешевле и что-то новое они там увидят. Ничего нового и качественного они там не видят. Покупают товар, как правило, дороже. А мы сидим вообще без покупателей. Потому что люди ходят на ярмарки. Отвечу. Мы также проводим регулярно опросник всех посетителей ярмарок. Вот каждый раз, когда она проходит, у нас на формате А4 опросник. Довольный, недовольный, что добавить, что не добавить. Качество услуг и так далее. Не анонимный. Дмитрий Юрьевич, ты здесь присутствует? У нас есть начальник отдела, ответственный за это. И мы регулярно обобщаем. Я вам скажу итоги. Вам сказать итоги этого опросника? Покупатели просят ярмарку, так? Просят ярмарку, и они хотят. В рамках самой сути импортозамещения и представления иных, я понимаю, что одно, да, ярмарка, во-первых, она платная. То есть у нас заключается с ними официальный договор. Они его оплачивают. Они оплачивают все официальные платежи, которые должны облатить в город. И они торгуют только тем товаром, но отдел наш контролирует. Понятно, что житель, априори, да, имея какие-то старые точки, он хочет что-то нового. Здесь просто конкуренция. Мы каждый раз мониторим. И для нас принципиально, я понимаю, для нас принципиальная позиция одна. Доволен потребитель или нет? Что и гласит для нас закон о потребителе. Вы тоже можете поучаствовать, если есть желание. А действительно ли этот опрос покупателей и населения, он такой, правильно, я не знаю, как это формулировать? Смотрите, мы тоже этим вопросом задавались, потому что многие задают вопрос, а вдруг это не так, а вдруг не так. Мы в каждом опросном листе мы не принимаем анонимно. Всегда житель приходит и говорит, я там, условно, Наталья Сергеевна, мой телефон такой-то. Мы ни от кого не скрываем. Мы этот опрос проводим регулярно для того, чтобы понять. Если она не пользуется успехом, значит ее проводить нет смысла. Если она пользуется успехом, она проводится. Здесь основные требования, начиная с нашего президента, быть лицом к жителям, кончая губернатора чуткая власть. Мы спрашиваем, что нужно. Житель говорит, да, возможно, это создает иные конкурентные преимущества и недостатки для других. Я понимаю, что вам лучше так, а здесь лучше этот. Я понимаю, экономическую целесообразность для вас, когда предпринимательна, она, конечно, минимальная. Как будто если откроется, ушел руководитель мощный. Если бы открылся еще одно здание рынка рядом, он бы сказал, тогда люди туда пойдут. Надо будет менять цены. Но в итоге, в конечном счете, для потребителя он выбирает и качество, и цену, и все конкурентные преимущества товара. Если там, например, ремни дешевле или им показалось дешевле, они их там взяли. Но это выбор уже, мы даем выбор потребителю. Тут, но вопрос актуальный, и его нужно промониторить. Вопрос очень актуальный. Но я все-таки хотела бы понять, допустим, вы проводите опрос, да, пришли пять бабушек. Нет, там не пять бабушек. Теперь написали вам заявление. Да, мы рассчитываем, что у нас пройдет сто человек каждый день. Давайте не будем как бы... Нет, это уже, да, одно и то же по десять раз. Нет, нет, там точно не пять. Вот точно не пять. И точно не заготовленная история. Вы должны понять, что как только эта история будет заготовлена, она не полетит. Найдутся большое количество жителей, которые скажут, слушайте, ну вы пять бабушек опросили, а сто пять человек не опросили. Там крайний раз сколько было анкет на руки отдана брата нам? Больше двухста это было за первые пару дней проведения ярмарки. Дмитрий, ну надо к нам заходить, мы не меньше здесь найдем противоположность. Вот женщина пытается сформулировать, не раз не единичные случаи были того, что товар, купленный на ярмарке, приносили сюда с попыткой сдать. Потому что ярмарка приехала, грубо говоря, цыгане отторобанили в свое время, продали какой-то товар, там шубы, тряпки, ремни, а он оказался некачественным. Они делаться нету, они приходят и пытаются здесь нашим продавцам. Попросить нас, чтобы мы продали. Раз. Второе, я вообще не говорю за продукты питания. То, что у нас потребитель иногда не знает, что хочет, и попадая в большую торговую площадь, берет все, а потом не знает, что с этим сделать, ну это надо проводить ликбез. С чем мы занимаемся регулярно. Да, ну правильно. Ну, Дмитрий, это редко видим, надо по чаще к нам заезжать. А мы поставим ему это в устное замечание, что все-таки отдел должен торговлей заниматься этим вопросом регулярно. И второй момент, смотрите, я не против развивать эту историю и давать новые площадки параллельные. Например, вы бы хотели принимать участие… А дело не в этом, я извиняюсь, что перебиваю. Дело в чем? Дело в том, что здесь люди работают фактически с основания рынка, даже не этого. А еще мы стояли на улице, как сейчас стоят эти палатки. Это все люди местные, а те пришли. И рубль, заработанный нашим человеком здесь на месте, он гораздо весомее и дороже, чем те, которые приехали, недельку отстояли и заработали. Понимаешь? Я бы, наверное, это все-таки обратил внимание. Ну вот собраться, я предлагаю тогда на базе предпринимательства собраться и обсудить эти вопросы. Здесь вопрос другой. Каждый раз, когда мне говорят, вы знаете, мы столько платим налогов, я каждый раз, я не говорю сейчас, я беру удельный вес, кто оплачивает налоги, особенно жители. Знаете, вы не делаете дорогу, я оплачу налоги, давайте мы узнаем, сколько вы платите налоги. И в итоге, ну, получается, ну, мы знаем, о чем получается, да, ну, все говорят, что платят, а потом по итогу бюджет состоит сейчас, вот бюджет полтора миллиарда, местных налогов 430, все остальные деньги не наши, Российская Федерация, Московская область. И формально на те налоги, которые собираются и оплачиваются или не доплачиваются, это как с предпринимателем, мы встречаемся, ну, сколько это зарплата? Средний, он говорит, 12 тысяч рублей минимальный размер оплаты труда, я говорю, а фактически, вот мы сейчас стали проводить анализы, у нас средняя зарплата по городу 43 тысячи рублей, средняя, с учетом всех предприятий, а субъекты малого и среднего бизнеса зарплата 25. Это все понятно. Поэтому, вот, давайте обратим внимание Дмитрия, в первую очередь, что здесь был почаще, и тогда народ сможет, я думаю, более обоснован. Согласен, делаем ему устое обучение. То же самое касается, Дмитрий, и нижних этажей, где продукты питания, вот я специально заходил на днях в пятерочку, вот чисто так посмотреть, можно ли там что-либо купить, ведь фактически там нет ничего товара, то есть выставлены дешевые помидоры. Не сравнишь с рыночными, поэтому у нас не дороже, поэтому надо просто людям открывать глаза, если ты хочешь дешевый товар, пожалуйста, это там, но здесь это рынок, который везет товар, который не стыдно на стол положить и самому съесть. Вот зелень даже не нашел в пятерочке. Но, но, мы опять, мы уходим в другое. Здесь конкурентные условия. Помидор в пятерочке, помидор на рынке. Это разные помидоры, разные покупатели. И если мы будем пропагандировать историю, берите помидоры на, ну я условно сейчас говорю, на рынке, жители скажут, дайте нам альтернативу. Мы хотим помидоры и за 20 рублей, и за 200 рублей. Вот, поэтому у нас на рынке поставлены условия. В основном все торгующие продукты питания имеют товар и для малоимущего класса, и в том числе для тех, кто может себе позволить хорошего. Пойдемте в помидоры посмотрим. В удачной торговле можно через мощного руководителя как-то. Надо собраться предпринимательским сообществом и обсудить на самом деле все формы. Здесь основной посыл, чтобы вы поняли меня. Основной посыл, конечно. Основной посыл, основной посыл, это мы работаем для жителя. Если жителю, вот смотрите, даже говорим с ярмаркой, если жителю ярмарка не интересна, он ходить на нее не будет, она загнется и она не появится. Если она функционирует, значит она потребителю интересна, значит, ну, вы же сейчас скажете, нарисован, ну, давай Дмитрий Юрьевич здесь. Еще, ну, 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 не, не, 200, 200, ну, 200 вот возьмем и за два дня, даже пригласим журналистов, чтобы попросить. Давай сделаем так, ну, здесь прошли и выставится ярмарка, и там пройти просто по жителям спросить, нравится, не нравится. Поэтому тут, тут, и надо собраться все-таки, надо собраться предпринимательским сообществом. Мы там что-нибудь друг другу ходят сначала, мы к вам, потом мы у вас. Мы уже встречались, да, Вечер, ну, и там, идем налево. Пойдем. Ну, цеплент. Еще. Ты, я могу? Это будет уже не что ли? Переспады. Здрасте. 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 В интернете, когда мы сейчас были, у девушки одной, она неправильный вопрос задавала, а не к мне. Это мэр города, и к нему вопросы касающиеся городского хозяйства, а то там какие-то рекламные места зачем-то, что-то непонятно. Так что давайте, мы тоже интересно. Я или нет? Нет, 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 нет. Какие есть вопросы, давайте. На счет я. У нас вопросы есть, давайте. Мы даже вам написали небольшой петиции, просьбу. Давайте. У нас опять внимание. Наталья Александровна. Привет, Кирилл Александрович. У всех. Спасибо. Вы познакомились. А вы послух можете прочесть? Не, не, не. А вопрос-то тот же самый, мы его сейчас обсуждали. Ну, все то же самое. Не, офшорная зона, где система платежей. Все против ярмарки, да? Да, все против ярмарки. Потому что мы платим финансовую и пенсионную. Налоги платят, налоги платят все, не надо это говорить. Не, ну на ярмарку платят. Дело в том, что раньше мы тоже стояли на улице, и торговля была гораздо лучше, да, гораздо лучше. Потом прошло поветрие, что всех надо в помещение. Мы все в помещение. Я вас прерву, я вас прерву, давайте. У вас в частности двух, нет. Вам обоим было предложено, у нас площадь свободная, вставайте, пожалуйста. Всем составу. Поэтому она опять не обоснована, зачем лишний. Нет, мы про ярмарку. Давайте, 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 давайте про ярмарку. Мы уже, мы уже зашли в низкие. Я, да, я уже рассказал, смотрите. Являясь главой города, основная цель – это удовлетворение потребностей жителей. Ну, это первое, что записано в Конституции и в Уставе города. Проводить или не проводить ярмарку сомневались очень долго. И поэтому каждая ярмарка сопровождается опросным листом. Проводить или нет. И таких листов за последние, мы уже спросили начальника отдела торговли, было 200 за два дня. Вот 200 жителей неанонимно. То есть вы скажете, ну вы сами так листуете. Мы даже уже пока шли сюда, договорились с журналистами, что вот как только она появляется, мы выйдем уже с независимым вопросом и скажем, нравится или не нравится. Жителям предлагалось в вопросном листе, нравится или не нравится, фамилия, имя, отчество, мобильный телефон, нравится или не нравится, какие товары добавят. И в этой ситуации ярмарка поступала гибко. То есть нужно добавить ткани, они добавляли ткани. Нужно добавлять помидоры, они добавляли помидоры. Они видели опрос на инвестрии, им было самим это интересно. А негатива, ну по-честному если вспомнить, ну потом еще раз перепроверим, сколько там с 200 плюс-минус было негатива. Негатива было немного, и в основном вопросы были не по качеству товаров и наполнению, а по месту расположения. Ну, да, месту расположения. Сначала она стояла так, а потом уже расстагировали и так далее. В этой связи вас как предпринимателей, я понимаю, ярмарка платная. Платит налоги, платит вам того, платеж в город за то, что она стоит. Это первое. Второе. Ну то есть вот про платежи и налоговую нагрузку мы точно не берем. С точки зрения потребителя, вы тоже должны понимать, если ему нравится свитер вот здесь, он придет, его возьмет. Если ему нравится свитер там, но потребителя не заставят же. Ему нравится там помидор, он берет там помидор. Не нравится, мы тут уже шли, дискутировали. Кому-то нравятся пятерочки помидоры, кому-то нравится здесь, мы дойдем же до помидоров. Надеюсь. Надеюсь. То есть в этом плане ваше волнение как предпринимателей мне понятно. Это конкуренция. Они появляются, для вас ощущение, что там, вы понимаете, если они там продают дешевле и люди берут, ну для меня это счастье, что подождите, ну это счастье. Если они берут дороже, то их устраивает либо качество, либо еще что-то. Я не могу сказать, чем сформирован потребительский интерес конкретного жителя к ярмарочной точке. Вот не могу. Он выбирает по своему внутреннему убеждению. Наша задача – давать альтернативу. Кто-то там озвучил, что помидоры в пятерочке хуже, чем помидоры здесь на рынке. Ну, я тоже не могу сказать. Тогда, если житель хочет взять помидоры в пятерочке, он пойдет в пятерочку. То есть хочет взять здесь, возьмет здесь. Хочет взять джинсы вот тут, он возьмет их тут. И не будет у вас примерочный, допустим, выглядит так, а там по-другому. Но сам спрос, который рождает по итогу предложения, да, это срочная экономика. Латваку говорит об одном. Что хочет житель, то он получает. Наша задача – дать альтернативу. Если бы ярмарка не пользовалась спросом, туда бы не ходил. Если бы жители не покупали там товары того качества, того их внутреннего качества и ощущения, они бы там не покупали их. Ну, чтобы до конца уже, знаете, вопрос задан, да, я понимаю, что, находясь на рынке, мы понимаем, что это, ну, уже обсуждали историю, да, когда-то это все было так же на улице, потом построилось, спасибо добрым людям, красивое здание, вы переехали. И понятно, что... Это было указание правительства нашего. Ну, это понятно. Должно быть... Всех загнать в стационарные точки. Ну, понятно. Идея такая. Для того, чтобы, знаете, вот до конца понять вот это внутреннее состояние ваше, я вас услышу. Мы вот с нами телеканал, независимая пресса, городок, мы все, вот она творится, мы все таким же коллективом туда дойдем, мало того, спросим, ну, там предприниматели, самое главное, спросим жителей. Если жители, я скажу больше, жалоб на проведение ярмарки от жителей не поступает. Они поступают, как мой предатель говорит, от конкурентов, ну, как обычно. Жителю не все равно. Нет, жителю не все равно. Он выбирает для себя внутреннее лучшее. Ему там нравится. И если ему там нравится, я как глава должен дать жителю все, что ему хочется, что не запрещено законом. Ну, это логика. Давайте немножко резюмируем в том плане, что люди пытались сказать, наверное, то, что они все-таки, опять, как я там говорил, это местные люди. Это люди, которые здесь родились, работали, и, в принципе, они прошли все... Пока мы строились тогда, поэтому хотят обратить на себя внимание, в первую очередь. Можно же какие-то ограничения вести, там, не чаще, там, раз в квартал, ярмарк. Тогда понятно, что люди будут там, конкуренция какая-то появится. Второе, второе, если вы хотите услышать и понять, там, что город пошел на встречу... Видите, у вас уже глубже, вот, есть какие-то мысли, да, глубже, вот, не проводить. Мы здесь стоим на разных рубежах. Ну, чтобы вы меня тоже поняли, мы можем долго дискутировать. Мой рубеж – это удовлетворенность жителей. Ваш рубеж другой – экономическая прибыль от проекта. Вам нужно заработать деньги, продать товар, заплатить аренду, ну, заплатить налоги и так далее, так далее, так далее. И получить прибыль, ну, для этого все и живут. Плюс у нас маркировка товара, плюс у нас кассовые аппараты. У них ни у кого нет кассового аппарата, конечно. Смотрите, оплата налогов и вот всего в этой части, ну, вот, насколько мы знаем, же, налоговое законодательство, да, оно происходит всеми субъектами. Если есть сомнения, что предприниматели на ярмарке не платят налоги, ну, такое тоже бывает, ну, они приедут, мы их всех перепишем, сдадим просто налоговую по перечню, скажем, друзья. Я бы даже больше скажу, у них даже документы не предпринимают. Да, мы об этом знаем. Это, ну, вы сейчас говорите, как какие-то органы. Нет, 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 мы провели внутреннюю разведку и хотим за культурным словом... Все должно быть обоснованно. Вот я вам основанно говорю, что подходили, я вам всем предлагал, пожалуйста, есть площадь... Мы не про это, мы не про это говорим, мы говорим про ярмарки. Мы про ярмарки говорим. Мы слышали, что про ярмарки. Прежде чем поднимать темы какие-то, я вам предлагал сто раз, вот, площадь бесплатно стоять. Нет, ну, мы знаем это. Чтобы люди... Ну, вы сами... Нет, начался разговор с того, что на улице лучше шло, пожалуйста. Нет, потому что сказали, что... Пожалуйста. Второе. Мы не поставили ярмарку на этой улице, со словами, что, знаете, она теперь будет здесь... Зато в центре поставили. Вы знаете, я вам о нем скажу, мэр был из ярмарки за черты города, он сказал, у меня в городе достаточно торговых точек. Вот, и он сказал, пожалуйста, я оставлю городу ярмарку, но это будет где-то за пределами города. Ну, у нас еще торговый город. Да, маленький торговый город. У нас одни торговые точки. Вот Пушкина не разрешают ярмарку. На 26 тысяч человек? Я, я... Уже целый город. Пушкина не разрешают? Да, не разрешают. Нет. У них в Ашукино... Я вчера сама все это читала. У них Ашукино, Мамонтовка, правда, вот туда. А в самом Пушкина нет. Не разрешили, все. Нигде не из Пушкина нет. Да, ничего целый год. Мне нравится ваша информированность, я скажу, что вы не правы. Ну, вы прям по Пушкину точно не правы. Вот, если бы не сдал бы, не сдал бы документы, не вник в эту ситуацию, чтобы была одна ситуация... Ну, советский простой убрали. Убрали. По ярмарке поговорили. Что еще тревожит? Ну, уже ладно, ну, представьте. Что тревожит еще? Я же говорю, тупиковый город. У нас столько магазинов, я ищу ярмарок. И все равно по статистике у нас нехватка торговых площадей порядка 8500 квадратов. Да вы что, это сколько же на 26 тысяч человек? Не я считал. Не я считал. А кто считает? Не я считал. Кто мониторит вообще? Исследование проводил Сбербанк, и он высчитывал, сколько необходимо торговых площадей, сходя из людей, которые... Сбербанк? Ну, Сбербанк, товарищи. Затем два человека, все ясно. Не, не, смотрите, здесь не говорит о том, что там должны продаваться вещи. Вы задали вопрос, я ответил. Если мой ответ вас не устраивает, другого я не могу сказать. И у меня есть статистика, сколько у нас работающих, сколько работает в городе, сколько в городе отоваривается и где отоваривается. Я понимаю, что вы сейчас скажете, например, с появлением, вы же не говорите, но вы, правда, и нет того товара, что с появлением глобуса Леруа Мерлен и всего кластера торговли в Пушкино, да, отток финансовых средств идет из города. Потому что там, вы посмотрите, сколько там мусорных площадок мебели сейчас появилось, двери и всего остального. Такого не было до этого никогда. Понятно, что появляется точка притяжения, и для нас это проблема. У нас невозможно построить Леруа Мерлен, там появился сейчас акварель с Ашаном, и все продуктовые магазины аналогичны. Только они не могут мне сказать, закрой Ашан и закрой глобус, но все туда выезжают, и все получают тот товар, который, ну, к сожалению, не всегда можно найти в городе. В этом есть проблема. У нас из 18 тысяч работающих 9 тысяч работают в городе, и 9 тысяч работают вне города. И наша задача максимально их сюда привлечь. И привлекая людей, мы должны им создать все условия, да, чем они будут заниматься. У нас, по-моему, 350 миллионов рублей, ну, завтра будут на отчете, 350 миллионов рублей инвестиций привлечено. Рабочие места мы создаем, помогаем внутри предприятия развиваться. Но сказать одно, смотрите, вы сейчас говорите о той истории, которая заключается в одном. Введи ограничения конкуренции, чтобы нам, предпринимателям, было лучше. Вас стоит 10 человек, мы на вас с главным начальником здесь практически молимся, говорим, да, вы молодцы, вы хорошо работаете. Но ввести ограничения, ну, для меня это некий риск попасть под негатив федерального активного поля. Но не по два раза в месяц. Два раза в месяц, это куда годится? А не по два раза в месяц. Ну, может быть, был, был, но усредненно это один раз в месяц, один раз в полтора месяц. А еще самое главное, давайте вернемся, к тому, с чего мы начинали. А начинали мы с того, что когда-то был коммунизм, грубо говоря, социализм. Сейчас рыночные отношения. Поэтому с этим никто ничего не сделает. Вам никто не мешает менять товар, удешевлять товар и так далее. Тем более вам это проще и мобильнее сделать. Потому что сетевикам, чтобы отреагировать на какую-то цену, это нужно вот такую дорогу пройти. Ты можешь конкретно сказать, вот подошел человек, мне он нравится, стоит тысячу, я продам за 500. Никто вам не мешает. Поэтому, парень. Мы так и делаем. Про налоги вообще не говорим. Про все их платят, не надо. Про конкуренцию потом. Какие еще есть вопросы, кроме озвученного, мы для себя выбрали путь. Путь один, осознание. Дойдем до, вот я говорю вам, как есть. Дойдем до ярмарки. Если ярмарка при обсуждении, ну здесь сейчас пока нет, скажем, жителей и покупателей, если ярмарка вызовет негатив, она четко будет закрыта. Прямо вот так. А потом у нас еще, не, 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 Александрович, у нас ведь еще есть, подождите, у нас есть еще несанкционированные торговли около предприятия, по предприятию. О, медсанчасти, медсанчасти. В гостинице к Нимовской приезжает из Беларуси. Даже к нам приходить, пытались в администрацию книжки продавать, ходить. Ну и чего, ну и кто будет с этим бороться? Вот несанкционированными рынками. Да, пожалуйста. Мониторинг такой торговли ведется, и, естественно, вы должны сами понимать, что разогнать всех, как бы, ну то есть мы просто не можем физически уследить за всеми. Выехали на одно место, прогнали. Вместе с полицией. Вместе с полицией. Условно, через неделю они оказались там, на том же самом месте. Хорошо, а штраф? А штраф? Штраф какой? А полиция? Штраф мы можем, мы можем совершенно смело... Они приезжают, чтобы они в следующий раз? Они в следующий раз? Они в следующий раз уже уезжают. Они встанут в другом месте. Все. Ну как раз как следует. Сдрючат. В следующий раз не надо. Ну, если бы у нас было такое... Слово, Дмитрий Юрьевич, хорошее. Нам подчеркнулось. Хорошее слово, да. Ну, будем стараться, но я, так честно говоря, сказать, ну пока себе плохо представляю, как можно на постоянной основе вот от таких несанкционированных товарищей... Нет, вы перечислили ровно шесть мест, на которых одновременно хотелось бы присутствовать. Не говоря о том, что спросить Дмитрия Юрьевича, сколько у него сотрудников для этого. Ну, он их даже если расставит по всем местам, охватит... Ну, не в порядок, это надо на ваших людей. Да, ну раз, выдели место. Дмитрий, можно? Минучше. К вам в том числе и к вам. Следующая ярмарка, вот чтобы не быть голословным, 200, там, 300, отзывов и так далее. Давайте нашу группу создадим, тоже поприсутствуем. Да, конечно. С ради бога, давайте, коллега, только наоборот приветствуемся. Да, можно будет тогда проверить. Давайте, конечно. Потому что слойки это... Ну, согласен, абсолютно согласен. Определяйте два-три человека. Игорь Александрович, а они могут на одну палатку встать четверо, которые не зарегистрированы? Нет, я не про то говорю. Все разные точки, но работает с одним предпринимателем. Вот он показал документы, у меня четыре точки стоят. И что? А остальные стоят, они совершенно. Нет, они должны представить документы на оборудование. Девушки, 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 но уже ответили, я понимаю, что когда женский коллектив, мы можем долго... Какие еще есть вопросы? Давайте вот... Когда переезд сделают? Сегодня детка, но ужас какой-то. Также езжу через него. Скажу так, в ближайшее время приглашаем к себе Мосавтодор, дорога областная, переезд, железная дорога, приглашаем их. И в этом году будет капитальный ремонт всего Красноармейского шоссе, начиная от въезда в год, начиная от въезда до сюда, до рынка. Будет полностью ремонт, включая ремонт дороги около переезда. Капитальный ремонт всего шоссе. Янгели, испытатели, ну и сюда. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы больше освещалось в газете в нашем городке, как мониторите вот нашу торговлю, вот эти рынки, какие... Дмитрий Юрьевич, верните себе. Вот это все, выкладывайте в городок, а то там вообще читаем, для нас, вот как, для предпринимателей ничего нет. Сделаем рубль по предпринимателям в торговле сделаем. Обязательно. Раз в неделю будет поручение выкладывать, где они, что, чем занимались и так далее. Ну, скажите так, в том числе, что, в принципе, новая администрация не так мало сделала для города, в том числе, во многих местах не мешала. В этом году, смотрите, давайте все, чем с хорошим. Спасибо, да, улицу Пионерскому, спасибо. Это понятно, в этом году на центральной площади, бывший стадион «Зенит», будем делать большое благоустройство. Добились, выделили по нацпроекту Российской Федерации, области, и мы. На 70 миллионов будет благоустройство делаться, вот, всей центральной площади, с горками, с фонтанами будет, с лазанками, с детскими площадками, с благоустройством и так далее. Надеемся, там не будет торговых палаток? Ярмарка будет. Палаток, ярмарок. Ярмарок. Была прямо там, на этой площади, на которой мы валим такие деньги, и будет там ярмарка стоять. Смотрите, мы валим туда не наши деньги, а деньги налогоплательщиков. А, ну что, не налогоплательщики. Смотрите, там будет размещено ровно то, что было утверждено на общественных обсуждениях, их проводили два раза. Мы на двух общественных обсуждениях наполнили полностью проект площади, как мы его видим, как видят его жители, и будет сделано исключительно из просьб жителей. Что касается торговли, там было четыре земельных участка под строительство и торговых центров, и нестационарных торговых объектов, ну, стационарных, но как нестационарка выглядит, и кафе, и все остальное. Дабы не было нагнетания ситуации в этой части, все эти земельные участки переведены в целевое использование благоустройства. Торговля, которая там планировалась порядка 5-6 тысяч квадратных метров строить, там строиться не будет. Ну, а кофе там в любом случае на празднике продолжается. Так, и что вы нам про ярмарки скажете? Так и будет по два раза в месяц приезжать? Так вам рассказали. Ну, только что ответить, смотрите, смотрите, есть... У нас же просьба, пожалуйста, хотя бы один. Подождите, подождите, вот мы определились, есть одна часть мониторинговой группы, от вас два человека. Как только она размещается, мы выходим на место, делаем опросники, общаемся с жителями, определяем, ну, насколько нам интересно правомерно, делаем свои замечания. Может, они стоят там, должны стоять, медицинка, конечно, не стоит. Мы их оттуда прям пинками сгоняем. Если жители, вот еще раз говорю, если жители, вы можете даже, конечно, сказать, мы своих позовем, которые там скажут против, там будет сразу понятно. Нет, мы в любом случае этот мониторинг вот проведем от начала ее проведения до конца. И у нас будет полный опросный лист. Вы задали вопрос, поступают ли жалобы на ярмарку в администрацию. Ответ. За период моей работы здесь два года ни разу не поступало жалоб на ярмарку от жителей, что она нам не нравится, уберите, там товары не те или еще что-то. Я работаю, исходя из этого, для жителей. Вот у меня первое... Мы тоже жители этого города. Я понимаю, я понимаю. Но у нас принимается решение, в любом случае, большинством, и исходя из целесообразности. Получают они здесь качественные услуги, товары, пожалуйста. Нравятся им помидоры? Вот я уже помидоры беру, которые растут в грунте, они слаще. Сейчас мы дойдем до них. А кто-то кому-то нравятся те, которые продаются пятерские за 20 лет. Кто-то любит картошку, кто-то любит бананы. И те, и другие, и счастливые, и паровая. Одного не уговоришь есть, кто из картошки, не уговоришь есть бананы, и наоборот. Тут тоже... А кто из картошки бананы делает? Да. Пойдем вынес. Все, спасибо. В любом случае, я хочу, чтобы выслушать на том, что я вас услышал, и точно обращу на это внимание, вот прям в приближайшем приближении. Потом вам никто не мешает, смотрите в газете чаще. Всегда есть, завтра вот отчетные будут. Да. Завтра, да? Приходите, спрашивайте. И вам миллион раз говорят все эти письма и прочее. Не говоря, отчетом просто будет отчетом, а так раз в месяц, либо в ДК, либо в ДК проходят открытые встречи, тем более у нас Дмитрий Юрьевич, начальник отдела торговли, максимально открыт, и ему в этом плане в хорошем смысле, и что картошка, что бананы. По поводу своих контактов, информации... Вот останься, мы прогуляемся, а ты его оставь в телефоны, чтобы он мог... Спасибо вам. Именно документов с нарушениями, чтобы установленной палатки не было, у меня за полтора года было две жалобы на качество товара. Всего две за все время. То есть организация подает заявку, представляет полный пакет документов, соответственно, в отдельном отношении проверяются эти документы, заключается договор аренды. Они точно так же платят арендную плату за то, что эта ярмарка там разрешена. Соответственно, то есть в этом плане никаких нарушений нет. Опросники... Без комментариев, ну просто так, ну для себя как-то... Кто хотели же встали. Ну, ну поэтому все то же самое. Это молодец. Ну, все кто хотели, все разместились. Просто знаешь, самый первый, первый год еще отработали, я им также предложил, ребят, никто не мешает, давайте станем ярмарочкой, объявления, рекламы, все что положено. Ответ простой. Я под солнцем, уже нет, мне кондиционер здесь. Все. А, ну... Это чисто так вот, чтобы не было какой-то конкуренции. Здравствуйте. Ну что, с помидорами или с мясом? Ты как вегетарианский висит? Помидор. Я не вегетарианский, я поесть люблю. Какой простой пример, чем отличается рынок от взрослых. Потому что товар в одном не бывает. Ну, на крыльях есть. Любой кусочек можно, грубо говоря, рассмотреть и взять. Не то, чтобы закрыть. Это одно. Второе, люди улыбаются. Улыбаются. Дальше. Когда вот, ну, да, я наблюдал часто, особенно супруг или Лена, он не просто там, а он куда, на почту. Зачем бы это? Это проще, будет дешевле. Это живой диалог. Вот это рынок. Ну, я согласен. Это уже совсем другое. Я сам на рынок, когда нахожу, а поговорить. Вот эта вот история, а поговорить. Вот. Ну, попробовать. Знаешь, как, ух ты. У нас только сегодняшняя история, просто здорово жарко. Можно и так. Ну, там надо. Так. Здрасте. Здравствуйте. Черешня сладкая? Очень. Сама ела, но деньги надо, да? Да, да, да. Свет, вопросы есть? У меня нет вопросов. Против ярмарки все стоят, да? Ну, мы там наверху все обсудили. Уже. Уже здесь. Ну, да, ну, вот эти, с которыми должны быть сладкие. Да, да, да. Я же знаю, как же самое будет. Знаешь, на разный. Я знаю, что делать. На фут-сити. Здрасте. На фут-сити. Здрасте. Вот, пишите. Закупайте. Ну, почему? Да. На хлебнику. Раз, вы готовите. Ну че, вот так-то вот. Ты не ломаешь голову. Тебе одному хочешь колбасы, все, на что-то встанешь и броска клюнуваешь, что же я хочу, представляете? Ну ты колбасы хочешь, может быть, может. Здравствуйте. Давай здесь покажем. Ну смотри, птичка светлая. Еще вчера летала. А галябина еще вчера? Она еще соль. Сама прилетела. Глупцы еще вчера рыбу плавала. Спасибо. Спасибо.